Кем бы он работал, если бы у него не было канала? Вы это видели? Что за свиней? Тот еще челлендж. На, получи! Иди сюда! Папка сумасшедшая, как возьмет? А катит меня из ведра! Прибери туда вообще зайти невозможно. Еще в комнате у нас приберись. Понял, хорошего дня. Самые сочные фрукты! Ты об этом сильно пожалеешь? Понял. Помогите, спасите! Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички! Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал, и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся! Давай, трех! Да! У меня еще штуки развязались. Здрасте. В смысле, работяга? У нас здесь закрытая территория! Ставится строитель. Объявления тут решил расклеивать. У всех работа есть, тем более строитель. Что за... Я бы на тебя посмотрел, как ты кирпичи бы там таскал. Могу и кирпичи потаскать, и объявления порасклеивать. Ты вообще ни разу не работал. Да ты просто завидуешь. Работяги! Да я уверен, ничего вы не заработаете. Больше денег за день заработает, то ты победитель. Победитель заберет все заработанные деньги. У нас есть целый рабочий день до вечера. Больше заработать денег за целый день. Стричь бабла. Точнее, состричь бабла к мозгам. Они прямо сейчас мне подсказывают все что угодно. Кстати, а насчет профессии? В детстве думал, что я стану врачом. В комменты, кем хотите стать, что вы зарабатываете. Наверное, плохо. Ну а я пока подготовлю офис. Я бы вот посмотрел, кем бы он работал, если бы у него не было канала. Хотел стать бухгалтером. И до канала я успел поработать и водить сегодня найти. Решил устроиться тоже расклещиком объявлений. Нужно спросить, что у них там по условиям. Молодой человек, подождите! Серега работы не боится. Кем я только не мечтал стать в детстве. Любая работа должна приносить не только деньги, но и пользу. Навозишь чистоту и порядок, и тебе еще и денег приносит. Дворник точно нужен. Пойду поспрашиваю кого-нибудь. Готовить бургеры. Сколько? Вы что? Да, фудтрак нужен. Я придумаю, где деньги найти. Свяжемся. Открою свое дело. Я же прирожденный бизнесмен. Нужен стартовый капитал. Нужно подумать, где его найти. Все, торговать металлом. А потом глядишь, там то да се... Привет, еще раз. Устроился я на работу, но есть одна папка сумасшедшая. Как возьмет, окатит меня из ведра. Еще раз увидит меня около подъезда, заставит эти объявления съесть. Например, у нас на ангаре. Правда, у меня что-то объявлений многовато. Одно оставляем себе, а вторую выбрасываем. На работе надо работать, а не языком чесать. Не отвлекайте меня. Чтобы торговать металлом, нужен надежный транспорт. Главное, чтобы меня никто не спалил. Порядок. Я же только... Вы это видели? Что за свиньи? Неужели нельзя было... Убирать эти бумажки с асфальта, тот еще челлендж. Опа, а это что за объявление? Вычисли по его объявлениям. Только канал, а еще и собственный хостел. Это, которые хотят переночевать в моем городе, платят мне... Погнали, покажу. Так, проходим, проходим. Комнату. Вот, заходите. Тут пока что никого нет. Тут сюда настолки, приставки, живут люди. Они сейчас все в компьютерном клубе. Что-то здесь какой-то беспорядок. Вы посмотрите на этот ужин. Ничего, мы когда раскрутимся, я еще уборщицу найму. Компьютерный клуб. Тут какой-то бардак. Стояно 6 жильцов рубятся в компы. Ираки в команде, е-мое! Успокоиться? А вот за клавиатурку я вот это, помечу себе. Как дела? Ну что, ребята, как вам наш хостел? Сойдет. Понял, понял. Я там у тебя, кстати, постельное просил. Да, еще на кухне прибери, туда вообще зайти невозможно. Ну, может, все? Нет, еще в комнате у нас приберись. Понял, хорошего дня. И клавиатуру, клавиатуру. Клавиатуры другой нет? Хорошо. Ну вот как, объясните, как? И вообще, я же хозяин хостела, а не уборщик. Ух, уже воняет. Так, свежая бельишка. Э, как так вообще можно? Да. Что тут у нас есть? Фух. Телевизор. Ты что только не сделаешь ради денег? Пальцы восстановятся. Она никому не нужна. Вроде все, набрал. Бабки. Погнали. Опа. Э, молочное место. Картон мой. Тогда я заберу твою тележку. Эээ. Была ваша, стала наша. Отдайте пополам. Хорошо, но буду делить я. Хорошо, делите. Воняет теперь. А что это вам так много, а мне так мало? Ладно, и на том спасибо. Денег хоть заработаю. 10, 20, 30 боксов. А я думаю, нужно найти какую-нибудь другую работу. Так. А вот ты и попался. Мои объявления? Стены должны быть чистыми. На. Понял. Я, коротышка, получи. Иди сюда. Что это ты? Ты в минус уйти. Так, что делать? Нужна какая-то... Лети сюда. Что такое? Он меня водой оплил. Я уборщик. Слушайте, слушайте, у меня как раз для вас есть... Там гости так себя ужасно ведут. Надо, короче, за ними прибрать. Так, вообще-то я могу себе позволить не марать рук и нанять людей. Это немного, каждому по 10 баксов. А? Я согласен, но... Момент истины. Как вы думаете, сколько стоит вот эта вот антенна? Я думаю, это баксов 70 за килограмм. Также есть все, сдам. И думаю, баксов 150 получим. 60... 70... Блин! Взираловка, вот что можно купить на 8 баксов? Ругался из-за него. Картон, металл, это не мое. Вот, сюда проходи. Нужно будет посуду помыть. За это нужно еще 10 баксов платить. Так, туда вот, проходи. Блин, никогда не любил мыть посуду. Все чисто. Начинаем операцию. Девочка... Оп, помыл тарелочку. Или... Что-то упало. Ну все, дело в шляпе. Так, вообще, такая грязная посуда. Просто взбить подушки, заправить ай-деялов. Серега, никто не умеет заправлять одеяло под одеяльник. Так, как-то мама учила. Так, нужно придумать, как еще отвлечь пацанов. Их время. Поняли, да? Опа, понимаете, что это значит? Макаем воду. Раз, про... Классический школьный прикол. Еще. Серега, что с тобой произошло? Серега, что же мне с тобой делать? Ну, в общем, какие-то гости сделали вот это. Стой, ты мне там никак не помог. Давай, давай. Додумался до этого. Он что, не мог хотя бы к столу приклеить? Как посудка мается? Да нормально, вот только закончил Маша. Слышишь? У тебя не хватит столько денег. Рановато. Я могу тебе доплатить. Нет, я этого делать не буду. За чего? 15, это минимум. Договорились. Ершиком по голове дам. Иди кого-нибудь другого контролируй. Такс. Денежки, да? Вердикт таков, плохо. Что значит плохо? Посуду выбросил. А, туалет. Я туалет помыл. А у меня, наверное, больше? А что это больше? Из-за тебя. Отсюда, Серега. Найдем, где зарабатывать нормальные бабки. Блин, не густо. Еще и Влад кинул со своей работой. Нашел для себя очень прибыльную работенку. А я пока встречаю своего первого клиента. Работает. Кто это сделал? Может быть, это Серега, который шваброй, он бы сказал. Может быть, это Глент, который мстит. Может быть, это постояльцы, точно. У меня же полный офис. Идите сюда. Кто разбил? Окна закрыты. Все, мне хана. А может, они в комнате? И последний вариант. Туалет. На всякий случай, закройте глазки. Меня кинули! Просто взяли и сбежали. Я же предприниматель. Давайте посчитаем бюджет. 80. По 5 баксов я заплатил пацанам. Так и клаву чинить. Так дело не пойдет. Покупаем, покупаем, мерч А4. Я открыл точку по продаже майка от А4. Залетаем, покупаем, самые дешевые покупаем. Неплохо, начал майки продавать, да? Да. Покупаем, акции, скидки, покупаем. Паленку! Что? Почему? Ламба, фиолетовая. А ткань? Что за ужас? Этикет. Я понимаю, что продавать паленый мерч, это быстрые бабки. Совеста должна быть. Ты давай, либо меряй. Люди алчные, им не важно, вообще наплевать. Оригинальный, настоящий. Давай, иди, не мешай. Только для вас, только сегодня, покупаем. 20 баксов за уборку и 5 баксов от Влада. Больше, потому что я иду сдавать кровь для моего организма и для других людей. Вообще, легкотня, языкатка, один укольчик, печеньки с сахаром, гематоген. А самое главное, 30 долларов. Вообще круто. Я, короче, это, посчитал и понял, что сейчас подкреплюсь и поеду в другую больничку. Короче, представляешь, он меня предал. А ты что? Ну все, дорогая, маникюрчик готов. Как тебе? Класс. А теперь займемся лицом. Нарисуем тебе. Секундочку. Тут это итальянские... Так вот, у меня же недавно день рождения был. Ага, выше чем цветы, не знаю. Айфон. Ой, милая моя, не все сразу, все будет. Одна бровка есть, сейчас вторую сделаю. Это сейчас так модно. Овы, теперь постарайся не двигаться. Ты давно работаешь? А то я раньше о тебе ничего не слышала. Потом перерыв брал, решил там с фильмами позаниматься. Мне же надо, чтобы все было качественно. Какой вопрос? Ты думаешь, я этим в первый раз занимаюсь? Тут же ресницы какие-то странные. Точно? Да. Так это же специально. Закрывай, дорогая. Ты знаешь, вообще даже ничего. Правда? Очень красиво. Только скажи, что тебе Глент делал. Все, всем понравится. Все будет. Я вот тут чуть-чуть буквально подправить. Ресел, подумал только что с Милана. Правда? А что с моими бровями? А с ресницами моими что? Друзьям посоветуйте. Да я тебе такую рекламу устрою. Блин, по-прежнему 35 боксов. Ну ладно, с шведиком расстаться. Ну как, поворачивайтесь ко мне спинкой. Оп. Коктейльчик, конечно, присаживайтесь. Какой вы хороший клиент. Да, только за рай же понимаете. Надо платить с баксов коктейльчик. 5 баксов и ведро. Платно у меня, например, не бесплатно. С вас 30 баксов. Паньку организовал, коктейльчики замешал. Ха, идеально. В чем клиента? Неудобно это с двумя руками такими ходить. Чувствую себя отлично. А значит, можно попробовать с этой руки снять бинтик. Уже 30 минут точно прошло. Продажи паленого мерча вообще не пошли. Знакомого, у которого есть фудтрак. Попроси. Нужно подготовить меню. Так. Итого. Бургер маленький. 5 баксов. Уполнительный заработок. Ну все, идем ждать клиентов. С говядиной, со свининой, с курицей. Это не бургер. Бургер, конечно, можно. Какой? Вот. О, так у тебя хватает. Ты на большую? За 5 долларов. Не, маленьким ты точно не наешься. Что за 10? Ладно, давай большой. Так. Чицу добавить? Добавляй. Ну все. Пацан, пацан, а фотку хочешь? Хочу. О, давай, делай селфи. Ну все. Бургер. Спасибо. Ну все, давай. Пока. 3 бакса, и у пацанов нет шансов выиграть. Опа, и того у меня 100. Все отлично, чувствую себя нормально. Одно расстраивает. О, кружится. Пойду под дерево, присяду. Гемоглобин. Сейчас полежу, посплю. Прикид, я устроился работником в продуктовый магазин. Здесь платят 10 долларов в час. Еще больше. Самые сочные фрукты. Что-то как-то людей маловато. Куда все подевались? Конкуренты вылезли. Ну ничего, самая сочная фрукта. Отсюда сейчас не свалишь, ты об этом сильно пожалеешь. Вали отсюда. О, смотал. Все продукты. Йоу, понял. Помогите, спасите, спрячьте меня. Что такое, Ваню? Если видишь бургер, начес и сникерс, меня нет. Бургер, начес и сникерс. Вы банан здесь не видели? Надо уйти. Ладно, пойдем, ребят. Прикольный махач получился. Эй, банан. Спасибо, ребята. Это, у меня банька 20 баксов стоит. Ребят! Я ж пошутил. Приколист. Спасибо. Давай, может коктейльчик? Ага. Нет, нет, не хочу. Фу, пацаны. А где Серега? Не знаю, пропал куда-то. А во, идиот. Слушай, ты не приболел? Да нет, нормально себя чувствую. Под дерево прилег и уснул. Подводите, кто сколько заработал за день? Давайте. 35 баксов. Было 45, но ты у меня 10. 50, 51, 52, 53. 100, 10 баксов. 100 рублей печенье. Это все? Да подожди, а кровь-то не дали, пока я лежал, спал. Подумали, я бездомный. 30, 40, 50, 60, 70, до 15 баксов. Он уделал тебя. Ребят, вы же не забыли? Ого, это моя идея. Я целый день работал. Давай, вы можете свои поздравления написать в комменты. Сегодня попробовали очень много нового. Лайки. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Всем пока!